В этом году выпало столько снега, как никогда. Я помню такие же снежные зимы, только в детстве, юности, в общем, давно-давно. И ходить тоже стало сложно. Снег и лёд вокруг. И в связи с этим я стала чаще совершать покупки на Авито, ну и ездить за ними, потому что, как правило, езжу на метро. И где я только не побывала за это время. Вот и сегодня я еду в гости владелицы чудесного чайника ЛФЗ, очаровательной женщине и, как оказалось, хлебосольной хозяйке. Не успела я войти в дом, как меня сразу пригласили на кухню, усадили за стол и напоили чаем. И вот я в гостях у Верочки. Давайте познакомимся с этой приятной женщиной. Здравствуйте, мои дорогие друзья! Видите, я опять в гостях, потому что всё время покупаю посуду на Авито. И иногда я добираюсь даже до квартиры. Не всегда встречаюсь в метро. И вот сегодня я приехала за изумительным чайником. Просто изумительным я вам его покажу, конечно. И вот я в гостях и решила немножко поснимать, что здесь есть. Посмотрите, какая красота! Ой, и фигурки, и птички, и посуда. Но дальше залезать не буду. Моя любимая кжель. Ну вот, открыла ещё шкафчик. Маки. Посмотрите, какая сахарница красивая. С такой куртуазной сценкой. И там вот ещё красота какая, видите? О, в общем, везде красота, красота, красота. В гостях находимся у москвички. Вот как москвички у нас, это самое, живут потихонечку. Ой, у вас и блюдо какое-то старое. Да, старое. Это чьё? Не подскажете? Не надо посмотреть. А вы не очень этим увлекаетесь? Просто когда-то покупали и покупали. Да. Ну, очень такое красивое блюдо. Ну, не буду тогда тоже доставать вазочки на ножки, которые мы все любим. Как тро детей. Три столовых, три чайных, три кофейных. Я четвёртая, чтобы детям можно было что-то подарить. Понятно. Нет, я тогда не собирала однозначно. Видите, покупаю вот этот замечательный чайник. За ним я сюда и приехала. Это чайник ЛФЗ. Посмотрите, здесь ручная роспись. Это вообще ручная работа. Да. Чайник ручной работы. Не знаю, как бы в году я его приобрела. Вот ЛФЗ. А у меня, кстати, была чайная пара. Вот с такими синими цветочками. Точно с такими же синими цветочками ЛФЗ. И, ну вот, когда я увидела, думаю, ну вот. А то я думала, что эта пара одна ни к селу, ни к городу. Ну вот теперь у меня, видите, к ней такой маленький, изумительный чайник. И что мне в нём нравится, что он маленький. Вот нравятся мне теперь маленькие, аккуратненькие чайники. Да. Очень красивые. Ну, в общем, красота. Посмотрите, вот эти вот вкусненькие штучки, это с сыром. А вот это вот человек сам делает домашний сахар. Это вот, видите, сколько. Боже мой. И вот сейчас вошла везде мука-мука, потому что завтра у внука день рождения. Ну, вообще, так что... Завтра будет 22 человека. 22 человека. Потрясающе. Так что видите, куда я попала. Какой потрясающей женщине. И смотрите, на столе всё такое красивенькое. Но вот горшочек с цветочками, но муку не будем говорить. Вазочка стоит. Вторая вазочка. Вот такой вот. А там на заднем плане такая картина. Так что вот. Да, вот так вот, дорогие мои. А в единственном окне смех, смех, смех. Сделана домашняя картошка. Я вот смотрю на это чудо всё и вспоминаю свою бабушку, которая нам всегда пекла, готовила, несмотря на то, что была врач. И она любила вот это. А помню, один раз она сделала вручную трюфель. И я маленькая была. Объелась его так, что не могла даже идти в 9 лет. Да, ну вот такая же бабушка. Вот и у меня такая была мама. Дети понимают. Они мне привозят по 10 килограмм песка, муки. Это у меня очень быстро уходит, потому что я просто так не сижу, пеку, делаю беляши. Делали перед менее 17 лет. Он бабушке с дедушкой на золотую свадьбу испёк медовый торт. Ух ты! Пятикилограммовый. Боже мой, ну это с вами. Без меня. Без вашей помощи? Без. По рецепту. Я до сих пор не делаю медовый торт, медовые пироги. Ничего этого не делаю. Само что он делает? Да. Но сейчас ему 40 лет. Посмотрите, здесь какой диванчик. И вот с каким гобеленом. Помните, я осенью на рынке тоже купила гобелен. Вот всё думала, куда его положить. Но у меня вот таких диванчиков нет. А вообще очень интересно сюда вот так вот. Да, и вот такой вот подносик здесь тоже стоит. Ну, в общем, везде красота, красота. А посмотрите, какие умельные чемоданчики такие. Да, ну, в общем, вот так вот. С гобеленом такая красота. Ну, смотрите, а Вера, оказывается, у нас ещё и рукодельница. Посмотрите, какие штучки красивые, прихваточки она делает. Боже мой. И какие они все разные. Ну, правильно, у каждого остаётся ситчиковый материал. А здесь вы прокладочку не поролон делаете, а просто тряпочки какие-то, шерсть прокладываете. Посмотрите. Ну. Ой, ой, ой. А ведь у каждого из нас дома есть, да, какие-то кусочки. Нет, ну, у каждого есть кусочки. Сатюша, вообще-то можно, наверное, на руках и такую сжить. Не обязательно машина, да? Ой, ой. Посмотрите, Пуси-Пуси-Муси-Муси, какая прелесть. А это вот прямо мне почти под гжель, да, вот такую вот, под мою любимую. Посмотрите. А это вы и фарточки сами шили, да? Да. Когда-то было платье. О, слушайте, вот. Ну, и на вас фартук, наверное, тоже вы шили, да? Ну, конечно, всё, сама шила. Вот ещё есть кусочка. Ну, вообще, куда я попала, друзья? Посмотрите, мастерица. На все руки. Да, видишь, какая красота? Нет, потрясающе, потрясающе. Нет, ну... Ой, а там, давайте я вам покажу, что целый мешок. Целый мешок, вот такой красот. Два пакета? Да, которые я... Да ещё вы, наверное, раздариваете, у вас было ещё больше. Да, раздариваю. Нет, но вы представляете? Ну, вот, разные, разные. Ой, это под любую кухню, под любую кухню. Класс. Да, ну, спасибо большое за всё. Не, ну что? За чай, за такую красоту. Друзья, друзья. Вот так вот живут наши московские пенсионерки. Да. Не дня без дела. Всё время вы... И сколько у вас внуков, вы сказали? Шесть внуков, один правнук. Шесть внуков, один правнук. И ещё им надо готовить. Всё время гости, понимаете? И ещё человек успевает и готовить, и встречать. Ой, любимая бабушка, вот как надо. Внуки, наверное, вас просто обожают все. Это из мужской рубашки. О, из мужской рубашки. Я смотрю, такой вот немножко. Да, да, да. Когда-то у нас такие рубашки были. Ну, всё. А смотрите, какая модная ещё здесь сделана, такая модная. Орнамент. Орнамент. Ой, 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 прелесть. Ну, должно быть, мозг должен быть срабатывать. Да не только мозг, и руки. Да, ну, вы тогда, конечно, никогда не состаритесь. А ваше кредо, вы уже сказали, быть всегда доброй, доброжелательной, доброй. И чтобы не гневить Бога, и чтобы Бог вам помогал. И вашим всем родным, близким, и внучкам, и внучатам, и всем-всем-всем. И детям, конечно. Вот так вот. Спасибо. И как вы думаете, на этом всё кончилось? Нет, не тут-то было. У нас ещё, оказывается, необыкновенный здесь есть, как, Нарико. Он называется Кеннер. Кеннер, да. Кеша. Посмотрите, какой он красивый. Он оранжевый, друзья. Оранжевый. Боже мой, какой красивый. И я узнала о нём, потому что он сейчас пел песни. Но вот вынесли сюда, в коридор, и он нервничает, потому что он меня не знает и не очень хочет петь. Нервничает. Ну, посмотрите, какая прелесть. Ой, а сейчас он так пел. Я думала, что это у вас звонок такой. Просто делали бы коноречный, да. А это, оказывается, натуральная вот такая красота. Так, извини, я чуть-чуть поближе поднесу. Нет, ты меня не бойся, мой дорогой, сладкий мой. Посмотрите, ну просто замечательный Кеша. Замечательный. Ах, ты просто красавец. Так что 33 удовольствия. Вы знаете, и у моей бабушки будете смеяться, но тоже был Кеннер всегда. Ой. Вот как раз и та самая. И еще я хочу вам сказать, что вы меня очень обрадовали, что так дружно отозвались на мою просьбу. И, прочитав все ваши комментарии, я решила, что я поступлю так, как посоветовала мне большинство из вас. Увезу на дачу все блюдца вместе с чашками. И буду использовать их в зависимости от настроения и даже от погоды. Потому что как хорошо, мне кажется, когда идет моросит дождик и серый такой день, раскрасить его яркими золотыми красками. Спасибо за совет. Обнимаю. Целую. Чайная пара ЛФЗ, для которой я и покупала вот этот вот замечательный чайник. Такие цветочки. Ну, не знаю, как она называется, говорят по-другому, но мне вот напоминает она лен. Лен, лен, лен. Ну и почти, смотрите, такие же цветы здесь тоже есть. Тончайший фарфор, легчайшая чашка. Здесь золото, голубой цвет. И с другой стороны тоже самое рисунок. Вот такое блюдечко. Легкое-легкое, милое-милое. Здесь наверху крышечка с цветочками, да? Вот я в новом районе для себя. И я, ну, я все в своем центре была. А сейчас, благодаря Виту, я везде, везде уже езжу и смотрю. Спасибо, дорогие друзья, что были со мной. Надеюсь, вам понравилось. Ну, так или иначе, пишите свои комментарии, что вы об этом думаете. А я вам желаю, как всегда, здоровья, благополучия, любви. Ну, в общем, всего самого хорошего. Обнимаю вас, дорогие мои. Люблю, целую. Люблю, целую.